Александр Иванович Александр Иванович Александр Иванович Александр Иванович Александр Иванович Александр Иванович которые являются участниками федерации. Технология называется Single Sign-On, технология единой точки доступа. Как это выглядит на практике? На практике это выглядит так, что после того, как все установлено и налажено, ваши читатели, ваши пользователи заходят на любые информационные ресурсы, на которые университет подписан, то есть которые являются внешними для университета. Или это могут быть внутренние ресурсы университета с одним набором учетных данных, то есть с одним логином и с одним паролем. Заходит человек на Эпско, если вуз на него подписан, вводит логин и пароль, попадает в личный кабинет своего университета. Заходит на другие ресурсы, заходит на собственный почтовый сервер университета, заходит на портал университета. Сюду это одни и те же данные для идентификации пользователя. В принципе, технология запущена с конца 2013 года в качестве тестового режима. А в июне 2014 года проект получил статус проекта Arbicon, получил название Fedorus. Таким образом, собственно говоря, получил проект свой легальный статус. Была разработана первая версия документации. Проект начал свою жизнь. Что сейчас происходит с точки зрения участия информационных ресурсов? Сразу скажу, что это технические данные не со всеми из этих перечисленных поставщиков ресурсов. Установлены юридические отношения. Некоторыми из них продолжаются переговоры с точки зрения оформления отношений. Но, во-первых, техническая сторона в данном случае с ними со всеми пройдена. Это тоже очень важный момент. Другой момент, на что я хочу обратить внимание. Обратите внимание, что в списке присутствует несколько ресурсов, которые отмечены как принадлежностью к Санкт-Петербургскому государственному университету. Это как раз вот та самая история, что я говорил в начале. Есть возможность через федерацию подключать любые ресурсы, в том числе и внутренние ресурсы университетов. В настоящий момент, причем мы не ограничиваем в федерации количество таких узлов пока что. И это очень простой способ как раз интеграции собственных информационных ресурсов для университетов. Последняя строчка. Обратите внимание, ресурсы Arbicon. То есть Mars тоже является одним из сервис-провайдеров, которые предоставляют авторизованный доступ таким образом к своей базе. По российским ресурсам много вопросов. Значит, разговоры были проведены практически со всеми поставщиками с разной степенью успешности. Ну и вот, собственно говоря, степень успешности отражена на слайде. Сами можете увидеть. В целом, надеемся, что работа в ближайшее время рядом из перечисленных ресурсов будет завершена. Участники федерации получат тоже авторизованный доступ к этим базам. Значит, по составу участников, которые, собственно говоря, предоставляют данные для авторизации пользователей. Здесь, конечно, мы надеялись на более активное участие университетов в жизни федерации. Ну, прошедший год, вы сами понимаете, был не самый простой с точки зрения инвестиций, даже не столько в денежном отношении, сколько, в первую очередь, в человеческом и временном. Наверное, это был самый такой тяжелый ресурс прошедшего года, людей и время. Поэтому, к сожалению, ну что есть, то есть. Тем не менее, мы гордимся тем, что четыре университета в полном объеме уже функционируют. Мы очень благодарны Уфимскому государственному техническому университету. Сейчас мы с ними проходим последние уже финальные юридические процедуры. Очень надеемся, что в полном объеме УГАТУ будет функционировать в рамках федерации буквально в ближайшие недели. Кроме того, будем очень рады, если пройдут активно работы перечисленных университетов, которые сейчас как раз ведут на разные стадии работы по подключению к федерации. Тем не менее, несмотря на это, нужно сказать, что федерация живет. Вот вы видите распределение сессий по различным узлам. И, наверное, даже более показательный слайд является вот такой. То есть вот порядка там в среднем 50, наверное, сессий в день. Это вот то, что происходит подключением через федеративный доступ различных участников федерации. Причем данный график не учитывает целый ряд сессий поставщиков ресурсов, которые напрямую тоже с использованием механизмов федерации, но подключаются с участниками федерации напрямую. В принципе, тоже важный вопрос, который и мне задают, и часто возникают у специалистов библиотек и университетов. А зачем вообще все это нужно? Значит, ну, конечно, все это нужно для того, чтобы упростить жизнь самим библиотекам, для того, чтобы библиотекам не приходилось обслуживать огромное количество баз пользователей, перекладывать их, вот как только что мы слышали на секции, замечательный опыт про перекладки одной базы оттуда сюда и сюда обратно. Это очень полезная работа, но она достаточно кропотливая. Лучше, когда база лежит в одном месте, а работники заняты своими прямыми обязанностями библиотеки. Вот, ну и второй вопрос, это, конечно, увеличение циркуляции, то есть увеличение востребованности баз. Вот здесь очень хорошие цифры востребованности ресурсов до и после внедрения федеративного доступа для ресурса ЭПСКО и для ресурса Web of Science. Как раз вы видите прирост, собственно говоря, в течение года использования федеративного доступа. Ну, он, по-моему, говорит сам за себя, да, что при возможности доступа вне стен кампуса, который предоставляет как раз такой федеративный доступ, востребованность ресурса возрастает по существу критично. Значит, с чем мы столкнулись при внедрении технологии Федорус в вузах за этот год? Конечно, наверное, важным моментом является вообще новизна технологии и, соответственно, непонимание руководителям информационных служб в вузах важности внедрения этой технологии. Специально в помощь вам, как специалистам в раздатке, вы найдете письмо за подписью президента политеха господина Васильева, направленное руководителем службы информатизации вузов. Вот. Это письмо может стать как раз таким инструментом, собственно говоря, вашего дальнейшего продвижения проекта при вашей заинтересованности в стенах вашего университета. Кроме того, в переговорах с разными потенциальными тоже участниками Федерации выработался целый ряд возможных таких зацепок, в том числе и документально подтверждаемых, которые, в общем, мы тут тоже в ближайшее время сможем предложить. Значит, вторым важным минусом такой проблемы является, конечно, собственно говоря, пассивная позиция самих библиотек. То есть не всегда сами библиотеки понимают те выгоды, которые им предоставляет проект Федорус и, соответственно, неразвитие этой технологии. Малое количество ресурсов участников. Ну, понимаете, да, это замкнутый круг. Чем больше нас будет как участников университетов, тем больше мы сможем привлекать поставщиков ресурсов. Тем не менее, могу сказать, что, в общем, переговоры с иностранными поставщиками активно идут, а от российских поставщиков вы полностью в праве требовать использования технологий федеративного доступа сами. То есть вы полностью в своем праве требовать реализацию тех или иных технических аспектов реализации баз от своих поставщиков. Собственно говоря, что делается, что сделано за последнее время. Очень важным моментом, мне кажется, стал запуск сервиса RapidConnect, который как раз и для владельцев ресурсов, и для тех университетов, которые задумываются об интеграции собственных информационных ресурсов через федеративный доступ. Этот сервис позволяет упростить эту работу, потому что действительно критическим образом упрощается разработка кода для программистов. Таким образом можно, собственно говоря, университету предоставить федеративный доступ как к электронному каталогу, собственным каким-то дискавери-сервисам, наработкам, собственному порталу вуза, к системам дистанционного образования, к прокси, к северо-почтовому, ну и так далее. Все, что можно, собственно говоря, любые те сервисы, которые требуют авторизованного доступа. Собственно говоря, ближайшие планы. Что предстоит нам сделать в ближайшей перспективе самой? Самое ближайшее – это запуск сайта информационного проекта, который, собственно говоря, страница проекта есть в рамках страниц проекта Farbicon, но там информация, естественно, та, которая, условно говоря, формально необходима, какой-то минимальный набор документации, информации о проекте, более подробная со всеми инструкциями по развертыванию программного обеспечения, по сопровождению и по каким-то другим аспектам. Собственно говоря, вот этот сайт создается. Сайт сразу будет двуязычный. И одной из причин создания двуязычного сайта является, по существу, стопроцентная необходимость вступления нашей федерации Федорус в Европейскую ассоциацию федераций, проект GENT, который, собственно говоря, стал таким правоприемником или аккумулятором для предыдущего проекта Терена, который как раз аккумулирует все федерации Европейской ассоциации доступа. И как бы вот такую мега-федерацию представляет собой. Собственно говоря, наше участие в GENT является для некоторых из поставщиков ресурсов крупных вообще обязательным условием сотрудничества с нами. Поэтому здесь нам тоже, к сожалению, не приходится выбирать. Ну и, наконец, важный очень внутренний момент. В принципе, проект каким-то образом год прошел. Настал, собственно говоря, черед. Настал формирование определенной управленческой команды проекта. И поэтому принято решение о формировании управляющего органа проекта в виде двух советов. Сразу хочу сказать, что то, что касается программно-технического совета, то здесь есть определенный набор уже кандидатур с точки зрения тех сотрудников, которые, в общем, понимают, о чем идет речь, уже хорошо погрузились в эту проблематику и, собственно говоря, занимаются этим частью. А вот что касается координационного совета, здесь, как бы условно говоря, открыты вакансии. Я думаю, что как минимум трех человек хорошо бы иметь в качестве таких представителей по проекту. И оказывается, что работы, в общем, достаточно много. Много что следует обдумывать и обсуждать. Это связано и с разработкой документации, связанной вот с какими-то европейскими историями, международного сотрудничества федерации и так далее, и так далее. Ну и, собственно говоря, как бы возвращаясь к теме, зацикливая, с чего, собственно говоря, начать, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы задуматься о том, чтобы подключить федеративный доступ, вступить в федерацию. Ну, во-первых, анализ и типизация информационных ресурсов, используемых в ВУЗах. То есть это вот некая такая карта, которая как раз, собственно говоря, позволит проанализировать, где внешние ресурсы, где внутренние ресурсы. То есть те ресурсы, которые требуют персонализированного доступа, авторизации. Следующим обязательным шагом идет анализ документации на использование ресурсов. Хорошо, когда у вас есть лицензионные соглашения с владельцами внешних ресурсов. Гораздо хуже обстоит ситуация, то, что касается внутренних дел. Опыт показывает, что далеко не во всех университетах даже простое положение об электронном читательском билете присутствует, и что оно нормально вообще есть, и что там четко прописаны обязанности. И вот как рассказывают, что к шестому курсу выясняется, что у студентов, которые уже должны, собственно говоря, дипломы сдавать, выясняется, что у них одинаковые штрих-кода, те уникальные идентификаторы, по которым они якобы должны были учитываться во всех системах. Ну вот, как бы такая ситуация может быть. В этом случае, конечно, наверное, требуется посмотреть, почему это не было описано в какой-то текущей документации, с тем, чтобы потом развивать новый этап документирования следующих шагов. Далее понятно, что уже некие технические шаги, это и техническая структура, то есть сервера, которые обеспечивают авторизацию пользователей, развертывание тестовой системы, и обязательный шаг – это потом уже отладка и сертификация этой системы на серверах FIDURUS. В дальнейшем обязательно документирование, как раз, чтобы не возвращаться к ошибкам пункта 2, заключение договора с Рубикон формального и подключение уже потом всех ресурсов и сервисов. Сразу хочу напомнить, что участие в проекте стоит совсем небольших денег для университетов, и оно абсолютно бесплатно для всех поставщиков ресурсов. Пока что такая политика неизменна, пока что мы занимаем эту позицию. Координаторы, также они все представлены и на сайте Арбикон, легко с нами связаться по любым вопросам. Собственно говоря, наверное, у меня все, так что буду рад вопросам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...